Здесь я консультирую. Человек привез машину с Арменией, с Россией. И у них возникает много вопросов. Они приходят, здесь сразу консультируют. С 1 февраля специализированный ЦОН в Кусанай перешел на усиленный режим работы 7 дней в неделю. Правда, не со всеми гражданами, а исключительно с владельцами автомобилей, завезенных в Казахстан и стран ЕАЭС, которые намерены оформить временную регистрацию машин. Аким Кусанайской области посмотрел, как это происходит на деле. На зарегистрированные транспортные средства выдают особые госномера на желтом фоне с 18 регионом. А в техпаспорте указывают, что временная регистрация действительно только до 1 марта 2021 года. К этой дате владельцам необходимо полностью законить свою машину. С России. С России? Да. И сколько заплатили? 145 тысяч. 145 тысяч. Какая модель у вас машины? Тотсунондо. Какого года? 18-го года. Сегодня по официальной информации зарегистрированы 7 машин, 6 из которых с российскими номерами и одна с армянскими. Не надо давать аргументированный ответ, не надо какую-то неправильную информацию давать, надо четкий ответ. Сколько стоит, сколько стоит, регистрация, если праворульная машина, сейчас же рассматривают, если на левый руль переделывать, то это примерно 300 тысяч не будет стоить. Все это надо объяснять, консультировать надо. Есть специалисты компетентные, да, у вас? Помимо этого, Аким Кустанайской области ознакомился и с работой основного цона в центре Кустаная. В общей сложности госкорпорация оказывает больше 640 различных услуг. В год здесь обслуживается порядка 180 тысяч человек. Также представители госкорпорации подняли перед Акимом вопрос о создании дополнительных центров в новых жилых микрорайонах областного центра. Архимед Мухаммедов поручил изучить вопрос.